Орехи маньчжурского, плоды вы видите, на дереве можно с трудом увидеть, чаще всего они просто осыпаются, падают, созревают, каждый год у нас созревают орехи. Маньчжурские орехи, расписные клёны, гортензии, столетние дубы, сотни красивейших деревьев и растений встречают сегодня посетители дендрария. Бываем здесь весной, бываем осенью, потому что здесь очень красиво, здесь надо наслаждаться природой, красотой, воздухом, сюда как заходишь, воздух чудесный, такого воздуха, мне кажется, нигде нет. На память себе взяли? Да, да. Будем дома, венки делать будем, поделки. В 2018 году дендрарий потревожил сильный ураган. Стихия повредила в той или иной степени каждое дерево. Некоторые уничтожены навсегда. Уже два года дендрарию пытаются вернуть первозданный вид. Высаживают новые деревья, благоустраивают водоемы, которые раньше хотелось обойти стороной. Из пруда слили воду, очистили дно от тина, отчего водоемы приобрел такой насыщенный бирюзовый оттенок. Лазурный берег – такое поэтичное название дали сотрудники дендрария возрожденному озеру. Восстановили пруд за счет символической платы за вход в мир растений. Выгребали всю эту ию на дне вместе с водой, высушивали, на берег складывали, стекало это все, потом вывозили. Поэтому берега у нас сейчас оказались такие голые. Это наша дальнейшая работа, это обследующие, это укрепление берегов и их оформление озеленения. Осенью уже кое-какие посадочки сделаем, бадан посадим, постараемся, да, кустарнички кое-какие посадим. Помаленьку живой уголок природы с 70-летней историей приходит в себя и преображается. Посетить дендрарий можно до середины октября, но лучше поспешить, чтобы листву не сорвал ветер и вы успели полюбоваться осенними красками, отдохнуть под кронами редчайших деревьев. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком.